1 августа – день рождения ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Более 10 лет этот человек у штурвала одного из крупнейших университетов России. С университетом Ильшата Гафурова связывает многое. Знакомство началось со студенческой скамьи в физфака Казанского государственного университета, затем аспирант, кандидат физико-математических наук с 1989 года. Конец 80-х, начало 90-х – последние годы существования СССР, становления новой России. Именно в это время будущий ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров по распределению преподает физику в Елабужском педагогическом институте. Вопросы выживания в те бурные лихие 90-е вывели молодого преподавателя на предпринимательскую стезю. Педантичный по-научному мозг скрупулезно вникал во все детали дела, что помогло выстроить более выверенную стратегию развития по жизни. Неудивительно, что вскоре, так же решительно, как состоялось вхождение в бизнес, произошло не менее стремительное вхождение в политику. Первый состав Госсовета Татарстана пополнился молодым и инициативным депутатом из Елабуги. Именно тогда Ильшат Гафуров, занимая пост заместителя председателя комиссии по вопросам экономического развития и реформ, с группой единомышленников в Госсовете начал лоббировать проект свободной экономической зоны в городе Елабуга. В руководстве Татарстана заметили молодого напористого интеллектуала и предложили возглавить Елабугу и Елабужский район. Кто мог тогда предположить, что Елабуга, бывшая на тот момент фактически спутником набережных Челнов, станет самодостаточным и успешным городом не только в Татарстане, но и на федеральном уровне? Ильшат Гафуров, первый из глав районов Татарстана, предложил пятилетний план социально-экономического развития. Президент Татарстана Ментимир Шаймиев принял тогда этот план. Целью программы стало достижение экономической и социальной самодостаточности Елабуги и Елабужского района. Елабужский показатель по объему федеральных инвестиций на душу населения по капитальным вложениям в 1,8 раза стал выше среднереспубликанского за счет проработанности проектной документации. Пятилетний план уже тогда, в начале 2000-х, предусматривал уменьшение зависимости Елабужского района от нефтяных доходов. И если в 2000 году нефтяные доходы составляли почти 70%, то к 2004 году эта доля снизилась до 16%. Соответственно, за этот период доходы других предприятий региона возросли с 26% до 73%. Это сухие цифры, но именно они изменили экономический ландшафт Елабуги. Елабуга – музей под открытым небом. Это та идея, которую реально воплотил в жизнь Ильшат Гафуров. Премия правительства Российской Федерации за этот проект и есть фактическая оценка на федеральном уровне. Елабуга – второй город после Казани, утвердивший свое тысячелетие официально. Плюс это еще и самая успешная особая экономическая зона в Российской Федерации. Именно тогда при строительстве особой экономической зоны и подготовке празднования тысячелетия Елабуги шла напряженная совместная работа Рустама Миниханова и Ильшата Гафурова. Президент Татарстана Рустам Миниханов был в то время в ранге премьер-министра и в качестве председателя Республиканской комиссии по подготовке и проведению празднования тысячелетия основания города Елабуги. Модель экономического развития в комплексе с формированием особой экономической зоны, которые выбрали в Елабуге, нашла поддержку не только в правительственных структурах, но и в научной среде. Ведь именно эта программа стала основой докторской диссертации Ильшата Гафурова. Назначение в апреле 2010 года ректором университета Ильшата Гафурова для многих было большой неожиданностью. Казанский федеральный университет объединил семь вузов Татарстана, причем с большим перевесом в сторону гуманитарного направления. Можно было ожидать нарастания конфликтного настроения в объединенном коллективе в связи с возникающими проблемами перестановок и пертурбацией, которые являются неизбежным следствием объединения абсолютно разных и уже давно сложившихся структур. Но, к удивлению оппонентов и критиков, этого не случилось. Ильшату Гафурову удалось и словом, и делом доказать серьезность и обоснованность своих намерений. Удалось убедить коллектив в необходимости двигаться дальше уже в новом, едином качестве и к новым целям. Удалось убедить в своем лидерстве. Президент Татарстана Рустам Мениханов возглавил попечительский совет Казанского федерального университета. Ректор Ишат Гафуров обозначил приоритетные направления по программе развития университета на ученом совете под самый конец 2010 года. Уже в 2010 году разрабатывалась стратегия развития абсолютно новых направлений для университета. Вернулась в луну университета медицина. Появилось нефтегазовое и инженерное направления. Все эти новые для КФУ направления к 2020 году войдут наравне со старожилами других российских вузов. Первыми в сотню лучших университетов мира ворвется педагогическое направление университета в рейтинге Times High Education. Затем нефтегазовое направление университета займет 66-ю позицию в рейтинге Куэкварели Саймонс QS. Медицина выйдет на вторые позиции в России, войдя в группу 401-500 британского рейтинга Times High Education. Инженерное направление войдет в группу 501-600 рейтинга Times High Education, выйдя на десятую позицию в России. Но это будет ближе к завершению программы. А тогда, в 2011 году, в университете начались масштабные инфраструктурные изменения. Прорывным решением можно считать фактор участия Казанского университета в программе правительства Российской Федерации по повышению конкурентноспособности российских вузов, на слух более знакомая для многих как программа ТОП-5100. Надо сказать, что на старте программы желающих в ней поучаствовать было немного. За эту финансовую поддержку, которая полагалась участникам программы, нужно было отвечать реальным продвижением в глобальных рейтингах ведущих университетов планеты. Ильшату Гафурову пришлось приложить немало сил и аргументов в пользу участия в программе ТОП-5100. Изначально далеко не все члены ученого совета были согласны принять участие в столь рискованном проекте. Объективности ради стоит отметить, что большинство вузов России также не особо стремилось попасть в число претендентов на участие в программе повышения конкурентноспособности. Участие в программе ТОП-5100 давало дополнительное финансирование на развитие публикационной активности, создание новых лабораторий, привлечение зарубежных ученых под совершенно новые проекты. Ильшат Гафуров предложил направить большую часть средств на модернизацию инфраструктуры и открытие так называемых OpenLab. Идея OpenLab состоит в том, чтобы пригласить уже известных зарубежных ученых, бывших наших соотечественников, для проведения совместных исследований в наиболее прорывных направлениях в русле приоритетных направлений Казанского федерального университета. Для этого лаборатория оснащалась всем необходимым современным оборудованием с необходимым штатом сотрудников. Это позволило за короткие сроки выстроить эффективную коллаборацию с зарубежными ведущими университетами. За пять лет университет вошел в ТОП-100 в предметном рейтинге образования, глобального рейтинга Times High Education и в предметном рейтинге Petroleum Engineering в Куакварелле Саймонс. Собственно говоря, таким образом университет выполнил условия программы, дважды войдя в сотню лучших университетов мира в предметных рейтингах разных рейтинговых агентств. Признанием вклада КФУ в педагогическую науку может служить факт избрания Ильшата Гафурова академиком Российской академии образования. В целом университет за пять лет продвинулся на 230 позиций в рейтинге Куакварелле Саймонс и вошел в 13 предметных рейтингов КУЭС. 2020 год. КФУ впервые вошел и является единственным российским вузом в предметном рейтинге ОРВУ, больше известным как Шанхайский рейтинг, по направлению сельскохозяйственной науки. Позиция 401-500. На самом деле удивительно то, что после объединения разных вузов Татарстана с преобладающим количеством гуманитариев, КФУ не только не провалился, что было бы понятно, но и стал продвигаться вперед, прочно закрепившись в статусе ведущих вузов России. Напомним, Казанский университет является одним из самых крупных в стране. Количество студентов – около 50 тысяч человек. За эти 10 лет развития Казанский федеральный университет динамично продвигался по всем направлениям. Количество подаваемых заявлений со стороны абитуриентов со всей России и зарубежья увеличилось из года в год. Рос и качественный потенциал. Согласно данным аналитического центра «Эксперт», КФУ в рейтинге изобретательской активности среди российских вузов занимает четвертую позицию и с каждым годом, увеличивая количество патентов, в том числе международных. Бюджет университета рос ежегодно, приближаясь к 12 миллиардам рублей в год. Важно, что зарплата профессорской преподавательского состава также менялась в общем тренде динамичного роста. Пандемия коронавируса лишний раз показала готовность университета к нестандартным, экстремальным ситуациям. Университет достаточно плавно перешел на дистанционный формат обучения. Ученые-медики и университетская клиника свои наработанные технологии направили на борьбу с вирусом. Было налажено тестирование сотрудников клиники и университета. Полным ходом развернулись исследования по разработке вакцины и нового типа тестирования. Ректор Ишат Гафуров инициировал беспрецедентные меры по организации помощи иностранным и иногородним студентам, оставшимся проживать в общежитиях в части систематической раздачи продуктовых наборов. Все, кто прибыл в общежитие не из Казани и те, кто контактировал с больными, размещались на обсервации. Трехразовое питание и проживание обеспечивал университет. Все это делалось не только с благотворительной целью поддержки студентов, оставшихся проживать в общежитиях, но и с целью минимизации риска заражения основного контингента, проживающего в общежитиях университета. Все эти 10 лет ректорства Ишата Гафурова, университет реализовывал свою неповторимую, уникальную трансформацию на пути лидерства в научно-образовательном глобальном пространстве. Давайте поздравим с днем рождения ректора КФУ Ильша Травкатовича Гафурова. Пожелаем энергии и сил для свершения всего задуманного на благо университета, на благо Татарстана и на благо всей страны. Вот мы сейчас только что посмотрели площадки Казанского или теперь уже Приволжского федерального университета. Безусловно, это один из примеров того, как в истории, с традициями хорошими, с выдающимися научными школами может отвечать на вызовы времени и идти вперед. Продолжение следует...